Далекий 1979 был славным годом. В этом году случилось несколько революций. Советские хоккеисты взяли кубок вызова у команды НХЛ, а советские войска вошли в Афганистан. В Сахаре целых полчаса шел снег, а на Джимми Картера напал кролик. И за три недели до памятной атаки кролика произошла крупнейшая в мире авария на атомной станции. Эта катастрофа поставила крест на американской ядерной энергетике и показала, что с атомом хоть и мирным шутки плохи. Сегодня с вами вновь военная техника 2 и мы начинаем свое расследование о том, как это было на самом деле. Авария на втором энергоблоке АЭС началась примерно в 4 часа утра, 28 марта, и борьба за реактор велась до самого вечера, а полностью устранить опасность удалось лишь к 2 апреля. Хроника событий этой аварии обширна, однако имеет смысл остановиться только на ее ключевых моментах. Примерно в 4 часа остановка питательного насоса второго контура, в результате чего циркуляция воды прекратилась, а реактор начал перегреваться. Именно здесь случилось главное событие, послужившее началом аварии. Из-за грубой ошибки, допущенной во время ремонта, не запустились аварийные насосы второго контура. Как выяснилось позже, проводившие ремонт техники не открыли задвижки на напоре, но операторы не могли видеть этого, так как индикаторы состояния насосов на пульте управления были просто-напросто закрыты ремонтными табличками. Первые 12 секунд после аварии. Повышение температуры и давления в реакторе запустило систему аварийной защиты, которая заглушила атомный котел. Чуть ранее сработал предохранительный клапан, который начал выпускать из реактора пар и воду. Однако при достижении нормального давления клапан по какой-то причине не закрылся, что заметили только через 2,5 часа. За это время барботер переполнился. Из-за критического уровня давления лопнули расположенные на нем предохранительные мембраны, и помещения гермооболочки начали заполняться перегретым паром и горячей радиоактивной водой. Первая грубая ошибка операторов. Несмотря на то, что в реактор был практически пуст, приборы показывали, что в нем слишком много воды, а поэтому операторы постепенно отключили все аварийные насосы, закачивающие воду в первый контур. Вплоть до 6 часов 18 минут люди опирались на неверные показания приборов. Пытались определить проблему и выполняли разнообразные действия, но лишь усугубили ситуацию. В результате активная зона реактора, лишенная охлаждения, начала в прямом смысле слова плавиться, хотя цепная ядерная реакция уже были остановлены. Перегрев был обусловлен распадом высокоактивных продуктов деления урана. Именно из-за этого ядерный реактор не может быть остановлен сразу в одно мгновение. Лишь в 6.18 утра прибывший инженер определил истинную причину аварии, если впады из активной зоны реактора был прекращен. Однако насосы аварийного охлаждения, остановленные двумя часами ранее, по разным причинам удалось запустить лишь в 7 часов 20 минут, что и предотвратило катастрофу. Специальная обварированная вода, закачанная в активную зону, остановила ее нагрев и дальнейшее разрушение. Казалось бы, авария предотвращена, и теперь можно спокойно заниматься полной остановкой реактора. Однако уже днем, 28 марта, выяснилось, что в корпусе реактора образовался огромный водородный пузырь, который мог в любую секунду вспыхнуть и взорваться. Такой взрыв на АЭС привел к страшной катастрофе. Откуда взялся этот водород? Он образовался из-за реакции раскаленного циркония с раскаленным же водяным паром, который буквально распадался на атомы кислорода и водорода. Кислород окислял цирконий, а свободный водород скапливался под крышкой реактора, так и образовался взрывоопасный пузырь. Вечером в 19 часов 50 минут удалось восстановить работу одного из насосов первого контура, который, правда, проработал всего 15 секунд, но это позволило вскоре запустить остальные насосы и восстановить более или менее нормальную работу первого контура системы охлаждения реактора. Интересно, что в 6 часов 30 минут утра операторы хотели провести разведку внутри гермооболочки, так сказать, посмотреть на аварию изнутри. Однако начальство станции не дало разрешения на вылазку. Как выяснилось позже, это спасло людей от неминуемой гибели. К тому времени радиационный фон в помещениях гермооболочки превышал норму в сотни раз. А уже 1 апреля на станцию 3 Mile Island с визитом прибыл сам президент США Джейми Картер, который успокоил людей и рассказал, что никакой опасности нет. Если верить официальным данным, то опасности действительно не было, но волнение людей, возникшее из-за аварии, понять можно. Удивительно, но авария на АЭС 3 Mile Island не имела серьезных последствий для здоровья людей и экологии. Однако она оказала самое серьезное влияние новому людей и американскую ядерную энергетику. Но несмотря на это, все работы по устранению последствий аварии были завершены лишь к 1993 году. Температура в реакторе во время аварии достигала 2200 градусов. В результате расплавилось около половины всех компонентов активной зоны. В абсолютных цифрах это составляет почти 62 тонны. По простому удивительному стечению обстоятельств за две недели до аварии на большие экраны вышел фильм «Китайский синдром», повествующий о катастрофе на АЭС. Жаргонный термин «Китайский синдром», придуманный в 1960-х годах, физиками и ядерщиками означает аварию, при которой топливо в реакторе плавится и прожигает защитную оболочку. А ведь во втором энергоблоке АЭС 3 Mile Island произошло именно расплавление активной зоны реактора. Так что нет ничего странного в том, что после реальной аварии поднялась паника и никакие уверения высокопоставленных чиновников, включая самого президента США, не могли окончательно успокоить людей. В настоящее время АЭС 3 Mile Island продолжает работу. Функционирует энергоблок номер один, который во время аварии находился в ремонте и был запущен в 1985 году. Второй энергоблок закрыт, внутренняя часть реактора полностью вынута и утилизирована. За площадкой ведется наблюдение. Станция будет работать до 2034 года. Одним из результатов расследования причины аварии стало понимание, что операторы станции были элементарно не готовы к инциденту. Эту проблему решили пересмотром концепции подготовки операторов АЭС. Если раньше упор делался на то, чтобы люди анализировали ситуацию и самостоятельно или искали решения, то теперь операторы учились работать преимущественно по заранее подготовленным сценариям аварии. Через 7 лет в СССР произошла авария, которая в прямом и переносном смысле затмила и цене на АЭС 3 Mile Island. Это печально известная катастрофа Чернобыльской атомной электростанции, произошедшая 26 апреля от 1986 года. Интересно, что ход обеих аварий был схожим, однако в 4-м энергоблоке ЧАЭС произошло то, чего не случилось у американцев. Прогремел взрыв, имевший самые серьезные последствия. Авария на Трехмильном острове также меркнет и на фоне аварии на АЭС «Фукусима», которая произошла в Японии во время цунами и землетрясения 11 марта 2011 года. Японская и советская аварии все еще доставляют немало беспокойств. Остается надеяться, что мир больше не увидит новых ядерных аэтостроп. Ну а наш выпуск тем временем подошел к концу. С вами по-прежнему была «Войная техника 2» и как будут развиваться события, как всегда, пока же время. Пишите ваши комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки и добавляйтесь в друзья. Всего вам доброго, увидимся в следующем выпуске на канале.